В плане вот этого года у нас строительство 193 жилых домов на 9 554 квартиры. И сегодня уже мы 69 жилых домов ввели в эксплуатацию. А всего, вот вдумайтесь в эти цифры, да, мы построили по жилищному фонду с 2005 по 2015 год 90 846 квартир. Общей площадью 5 миллионов 897 тысяч квадратных метров. И в эту программу у нас интегрированы программы по молодым семьям, программы по детям-сиротам, программы, связанные с ветеранами Великой Отечественной войны, вынужденными переселенцами. Поэтому вот такая программа, она очень хорошо, что в республике существует и дает возможность и строителям работать, и обеспечивать людей современными, жителей нашей республики, современным жильем. И при этом строители сегодня имеют возможность работать на территории нашей республики. В рамках, если говорить о жилищных программах, коммерческое строительство у нас осуществляется рядом компаний. Это надо отметить крупные наши компании, такие как Домкор, Кама Главстрой, ПСО Казань, компании Камгэс Энергострой и множество других, которые строят коммерческое жилье на территории нашей республики. Таких объектов у нас в этом году в плане 99, на квартирных домах на 905 тысяч квадратных метров. Начала реализовываться у нас в 2011 году программа по арендному жилью. И в этом направлении тоже мы в плановом порядке в муниципальных образованиях построили 22 жилых дома. И сегодня все эти объекты построены, введены в эксплуатацию. Они больше привязаны, конечно, к местам сосредоточения наших особоэкономических зон Нижнекамска, там, где мы обеспечиваем возможность привлечения трудовых ресурсов на особоэкономической зоне Алабуга. Это программа по Иннополису, где построены арендные дома. И в целом мы имеем перед собой задачу дальше стремиться к тому, чтобы в каждом муниципальном образовании у нас такие вот арендные объекты появлялись. Два года мы осуществляли программу по формированию жилья. Это тоже арендное жилье для участковых и уполномоченных в наших муниципальных образованиях. И таких объектов мы в этом году построим 18, а всего построили 160. Общая сумма почти 400 миллионов рублей. Огромная программа, которая реализуется в нашей республике. Вот это программа капитального ремонта на квартирных жилых домах. Это в этом году у нас в плане 830 домов. А всего мы сформировали программу практически по каждому дому до 1943 года, где с небольшими изменениями мы предполагаем в постоянном режиме с привлечением средств населения проводить ремонт таких домов. И сегодня работы мы производим, идем в плане строительства. Уже 75% от лимита годового мы на этих площадках отработали. Вообще вот сегодня, формируя программы на 2017 год, мы задумались по поручению президента и правительства о том, что надо сохранять наши объекты. И вот программы 2017 года, они имеют направленность на большее количество капитального ремонта объектов по всем нашим министерствам, это и по Министерству здравоохранения. Мы предполагаем на следующий год осуществить капитальный ремонт в пределах тех же лимитов, капитальный ремонт детских поликлиник, амбулаторных центров. И вот в таком направлении двигаемся. По Министерству культуры мы предполагаем отработать по ремонту тех клубов, которые существуют, и приступить в какой-то части работать и на библиотеках, которые сегодня у нас есть в муниципальных образованиях. 30-летние школы мы практически заканчиваем. У нас осталось таких объектов 27. Это в Казани, в Набережных Челнах, и в Альметьевске, Нижнекамске. И фактически мы с прошлого года приступили к реализации программы ремонта уже детских садов 30-летних. Поэтому этой программы, если взять объекты образования, мы в этом году имеем 95 школ в ремонте, из которых 80 муниципальных, и 15 являются коррекционными школами Министерства образования. И также ремонтируем 53 детских садов. Подход такой. Мы осуществляем 8 видов работ на этих объектах, включая кровли, входные группы, замену окон, обеспечение в сельской местности, где не было туалетов. В детских садах дополнительно делаем теплые полы. И общий объем финансирования составил в этом году около 2 миллиардов рублей. Также мы в этом году отремонтировали 9 детских садиков. Программа завершена в мае месяце. Детских оздоровительных лагерей. Прошу прощения. Такие объекты были построены в Тетюрском, Чистопольском, Кукморском, Спасском, Алькеевском, Альмитевском, Муслюмовском, Елабужском и Зеленодольских районах. Детские лагеря были подготовлены к детскому отдыху в июне месяце. Продолжается работа по нашим ресурсным центрам, техникумам. В этом году мы осуществляем ремонт таких вот 8 объектов. 8 объектов в Казани, набережных Челнак, Буинске, в Альктанышском районе, Атнинском. И работа уже тоже близится к завершению. По объектам культурного назначения мы включили в программу 43 таких клуба. И все объекты практически сегодня на выходе. 34 уже работы завершены. В прошлом году мы начали, приступили к капитальному ремонту советов сельских поселений. Значит, программа имеет лимит 100 миллионов рублей. И 78 таких объектов в 43 муниципальных образованиях сегодня близятся к завершению. Продолжается работа по объектам Министерства сельского хозяйства. Это управление ветеринарией, капитальный ремонт ветеринальных объединений и управление сельского хозяйства. А также строительство силосно-сенажных траншей. И эти объекты ежегодно мы включаем в программу. Она будет работать и на следующий год. Здесь также у нас капитальный ремонт коровников. И эта программа, она очень необходима для того, чтобы обеспечить нормальное содержание нашего животноводства. Что еще хотелось бы отметить, что помните, в 2010 году, когда тоже очень было жарко, как в этом году, но это были самые такие месяцы апрель, май, очень резко снизился уровень грунтовых вод. И большое количество в наших муниципальных образованиях появилось населенных пунктов, где очень тяжело стало с водой. И была организована реализация программы по водообеспечению на селе. И она продолжается ежегодно. Мы в этом году осуществляем строительство 268 километров водопроводных сетей, 45 новых водонапорных башен, 43 артезианских скважин. Эта работа тоже сегодня завершается уже. В этом году мы построили, в очередной год мы построили 188 строительных площадок, которые во всех муниципальных образованиях работают, универсальные спортплощадки. С 13-го года мы начали работу в этом направлении. Всего уже построено 484 площадки в муниципальных образованиях. В этом году ряд осуществляется вне программных объектов. Это школа завершается к 1 сентября в городе Казани. Это международная школа на Мавлютово. Также завершается строительство в Алькейском и Тюличинском районах школ. И большая школа на 800 мест в городе Набережной Челны. Сейчас мы начали строительство в Казани еще двух школ на 1224 места. Это в Азино и на территории нашего старого аэропорта в Седьмом Небе. Поэтому здесь надо отметить, что программа федеральная. Здесь мы предполагаем участие ежегодно в размере одной или двух школ по строительству в наших муниципальных образованиях. Сегодня планируются работы по 2017 году. Это те две школы, которые мы в Казани строим. Мы их введем к 1 сентября следующего года. И предполагаются школы также в городе Арск и в ряде других муниципальных образованиях небольшие школы. Продолжаются работы по переводу населения на индивидуальное отопление. Мы реализуем эту программу с 2005 года. И сегодня более 45 тысяч квартир имеют индивидуальное отопление в своих жилых и домах, и многоквартирных домах. Это тоже эффективная программа, потому что человек может сам регулировать свой температурный режим. И при этом через 2-3 года уже фактически окупаются все затраты, которые были осуществлены по этой, по замене котлов. Ввиду того, что старые неэффективные котельные, которые имеют низкий КПД, была сформирована программа по замене котлов на объектах бюджетных. И ежегодно мы реализуем эту программу. В этом году на 94 объектах мы заменили 162 котла. И сегодня уже практически работы завершены, и переходим в режим подготовки к отопительному сезону. Как вы знаете, было принято решение по реализации программы по восстановлению освещения в небольших сельских населенных пунктах. И в этом году тоже бюджет 225 миллионов. Он обеспечил установку 10 300 светильников, монтажу 382 километров проводов и 437 счетов учета электроэнергии. Очень эффективно реализуется программа по паркам и скверам нашей республики. Здесь мы тоже уже второй год работаем по этой программе. И надо отметить, что более 140 парков в нашей республике, в муниципальных образованиях, совершенно другой начали вид иметь. В 2016 году у нас начала реализовываться программа по водоохранным зонам. И пять объектов сегодня уже завершены. В Ознакаевском, Октанышском, Альмитевском, Кукморском, Лениногорском районах. И продолжается работа сегодня в Казани, в набережных Челнах и в других муниципальных образованиях. Я уже говорил о том, что промышленный стройматериалов это одно из тоже приоритетных направлений. И включает в себя 550 сегодня предприятий строительной индустрии. И крупных, и средних предприятий. Вот сегодня в республике 64 предприятия по производству железобетонных изделий. Четыре завода крупнопанельного домостроения. 31 завод по производству строительного кирпича. 28 производств по керамическому кирпичу. 3 по производству силикатного кирпича. 13 производств в республике работают по теплоизоляционным материалам. И надо отметить, что промышленный стройматериалов практически обеспечивает работы строительного комплекса в республике на 100%. Ряд стройматериалов мы, конечно, не имеем. По разным причинам, допустим, цемента у нас нет. Потому что мы не имеем того состава сырье, чтобы обеспечить качественную продукцию. Но совместно с крупными цементными холдингами реализуется программа по строительству цементных терминалов. Эта программа тоже курируется министерством. Обеспечивается поддержка. И вот завтра предполагается тоже новый цементный терминал открыть на территории города Казани. Это все снишает издержки. Именно в летний период растет цена на эту продукцию. Поэтому мы надеемся, что эти предприятия покажут свою эффективность для реализации программ в республике Татарстан в 2017 году. По промышленному строительству в полном объеме завершились работы по комплексу аммоний. Он в феврале месяце уже перешел из опытной эксплуатации в промышленную. Объект работает без замечаний. И сегодня в полном объеме выпускает тот объем продукции, который был предусмотрен и вышел на проектную мощность. Он перерабатывает 1 миллиард кубических метров газа и выпускает продукцию для широкий спектр для сельского хозяйства. Продолжается работа по большому объему строительства на территории нашей особой экономической зоны Алабуга. Сегодня там формируется ряд эффективных производств. 10 лет сегодня нашей особой экономической зоне Алабуга. И здесь только в этом году появились 3 производства, которые работают и в том числе на строительный комплекс нашей республики. Важным фактором роста становится развитие промышленных площадок муниципального уровня. На сегодня у нас в республике действует 45 таких площадок, на которых осуществляет деятельность уже 280 резидентов. Это такие крупные парки, как Химград, Кипмастер. И в рамках программы развития малого и среднего предпринимательства осуществляется строительство еще 5 промышленных парков. Это в Вяткомо-Мадышском районе, развитие парк развития в Челнах, Кукмар в Кукмарском районе, в Дрожжиновском районе промышленный парк, и один промышленный парк реализуется в Актанэше. Строительство этих парков обеспечивает предприятия малого бизнеса необходимыми ресурсами для подключения и обеспечения бизнеса в этом направлении. Одним из серьезных направлений, которые меняют всю систему обращения с отходами, это разработка и принятие территориальной комплексной схемы по системе обращения с отходами в республике. И здесь тоже эта работа завершается. Мы в сентябре утвердим территориальную схему в республике и приступим уже с 2017 года в рамках федерального законодательства к реорганизации схемы по обращению с отходами. Также вот для информации, коллеги, мы завершим в ближайшие дни строительство трех детских садов по программе ФЦП «Жилище». Два в Казани по 140 мест и один крупный садик на 340 мест. Здесь слайды, наверное, есть, покажут тоже. Продолжается работа по зоопарку, где мы предполагаем строительную работу завершить к сентябрю. И постепенно начнем формировать уже этот парк животными. И перейдем на следующий год к работе на территории старого зоопарка. Огромный объем, конечно, еще предстоит сделать, но строительные работы здесь будут завершены к 1 сентября. Значит, дальше уже пойдет адаптация объекта, строительство пешеходного перехода между старыми и новыми территориями. Также завершается строительство перинатального центра на территории РКБ, тоже очень такой крупный, серьезно оснащенный по современным оборудованию объект. И сегодня практически мы... Это уже фотография старая, потому что земля уже вся полностью появилась на площадке вчера. Значит, таких желтых территорий нет. И я думаю, что к 1 сентября мы обеспечим передачу этого объекта в Министерство здравоохранения для осуществления эксплуатации. Также продолжается работа над комплексом Казань-Экспо, тоже серьезный, очень крупный объект, который мы готовим и для формирования нового выставочного комплекса города Казани и Республики, и для осуществления подготовки этой территории к проведению чемпионата WorldSkills 2019 года. Это базовая площадка будет, где мы сформируем необходимое количество постоянных и временных помещений для проведения этого комплекса мероприятий. Но в целом хочу поздравить наших строителей. Это непростая работа и в жару, и в снег, и в дождь осуществлять тот объем задач, который перед ними стоит. И хочется пожелать здоровья и руководителям всех наших крупных компаний, и рабочим, которые осуществляют такой серьезный объем строительства на территории нашей республики. Сегодня мы входим в пятерку субъектов, которые обеспечивают по разным направлениям строительные работы на своих территориях.